Согласно нормам Санпина, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры на 29 градусов на 2 часа и при температуре в 30,5 на 4 часа. Об этом сообщил Роструд. Самые жаркие дни лета в городе – испытания для многих. Особая примета этого лета – каждый второй прохожий с мороженым или стаканом холодного напитка в руке. Продавцы выручкой довольны. В хороший день человек 200 точно проходит. Очень популярен. Вот люди приходят, постоянно покупают лимонад, квас. Пока не все согрелись, но достаточно продается. Выбор правильной одежды – из легких натуральных тканей, светлые вещи, свободного кроя и обязательное наличие головного убора. В эти дни получить тепловой удар легче простого. Кстати, японцы в летнюю жару носят на шее белые мокрые платочки. Когда платок высыхает, его опять смачивают. При высыхании он охлаждается и охлаждает нас. Даже небольшое снижение температуры облегчает состояние. Пьем жидкость, квас, воду, едим мороженое. При возможности плаваем. Для меня это экватор. Это супер. Это все. Любите природу, погоду, какая она есть. Как Лариса Френдлик говорила о песенке, в советское время у природы нет плохой погоды. Травяными чаями различными. У нас есть прекрасный чай на основе иван-чая. Уходим на речку, на карьеру. Как все спасаемся дома, в кондиционере. Нужно больше есть мороженого, наверное. А пить воды? Пить воды обязательно, без газа, но только теплую. Мы улетаем на юм в ближайшее время и, мне кажется, наоборот, хорошо подготовим организм к жаре. Будем запасаться холодными напитками и кушать мороженое. Залезаю в холодильник и представляю фильм ужасов. От этого идут мурашки по коже. И становится как-то... Общий дискомфорт ситуации снижается до нуля. А тех, кто любит погорячее, синоптики спешат обрадовать. Днем температура выше 30 градусов сохранится до середины следующей недели.